Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библейский портал Экзегет и я, священник Иоанн Тераутс. Мы с вами продолжаем разбирать послание к филиппийцам апостола Павла и сегодня мы разберем свою первую его главу. Еще раз напоминаю, что это послание написано с особой нежностью, вниманием, как будто бы это диалог двух ценящих друг друга и любящих друг друга друзей. Это Павлова паства в Филиппах и сам апостол Павел. Также нужно отметить, что филиппийцы — это люди особенного склада. Жители города Филиппы были гражданами Рима, отставными офицерами или другими представителями высших слоев и рангов римской армии. Город Филиппы помогал апостолу Павлу, помогал финансово на протяжении его путешествий и тем самым способствовал более масштабному миссионерскому проекту, можно так сказать, апостолу. Итак, начинаем мы с вами с прескрипта. Он занимает всего два стиха, но однако не является самым коротким. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это достаточно типичное для апостола Павла приветствие в его письмах. Однако здесь есть некоторая особенность. Он указывает на две степени священства — епископство и диаконство. Нужно отметить, что в период апостольского служения еще трехчастной иерархии не сложилось в различных поместных церквях. Из таких больше склонных к иудейству церквей появляется пресвятерат. По деяниям святых апостолов мы знаем, что еще в Иерусалимской церкви до рассеяния появляется диаконат, то есть рукоположение диаконов, занимающихся социальной работой в христианских общинах. Естественно, появляются епископы. Об этом мы тоже с вами знаем, читая послания и читая деяния святых апостолов. Слово «епископ» чаще всего все-таки отождествляется или иногда заменяется как синонимичное слову «пресвитер» или «старейшина», «священник». Поэтому здесь речь идет о предстоятелях церкви. Но если в послании к фессалоникийцам еще апостол Павел не называет их привычными нами наименованием, то здесь уже называет. Ряд критиков считает, что именно поэтому это послание не принадлежит перу апостола Павла. Якобы еще во времена его жизни не сложилась эта иерархия. Ну, по крайней мере, она не зафиксировалась во всех поместных церквях. Однако мы с вами в предыдущем видео уже выяснили, что эти критические отношения к данному посланию сегодня не превалируют в библиистической науке. Далее начинается благодарение Богу и молитва апостола Павла. А любое на самом деле дело необходимо начинать с молитвы. Здесь необходимо поставить запятую и сказать, что о прескриптах мы с вами подробно говорили в видео о послании к Коринфянам. Там вы сможете еще раз освежить это в памяти. А сейчас переходим непосредственно к молитве. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении, утверждении и благовествовании вас, всех как соучастников моих благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и во всяком чувстве, чтобы, опознавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодом праведности и Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Итак, давайте с вами попробуем сделать некий разбор этой молитвы. Во-первых, «Всегда во всякой молитве моей за вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Итак, о каком участии здесь идет речь? Мы с вами говорили в предыдущем видео о том, что филиппийцы были людьми достаточно состоятельными, ну, костяк этого города. И, по всей видимости, они сопровождали своим попечением о миссионерской работе Павла его проповедь. О чем это нам с вами говорит? Павел говорит, что эти люди воспринимали себя его соучастниками. И не имея физической возможности быть его сопутниками, они становятся его патронами, они финансируют его миссионерские труды. В остальных посланиях апостол Павел призывает к тому, чтобы те помогали Иерусалимской церкви, находящейся в определенных нестроениях. Здесь же апостол Павел благодарит за их участие. Конечно, дело проповеди для апостола Павла никак не связано с зарабатыванием денег, ни в коем случае. И это мы знаем из его послания, а также из того, что он много претерпел за свою проповедь. Но в то же время такие большие путешествия так или иначе должны сопровождаться каким-то финансированием. Апостол Павел старался закрыть это своим собственным трудом, но, по всей видимости, филиппийцы помогали ему еще больше. Далее. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении, утверждении и благовествовании вас, всех как соучастниках моих, в благодати». Апостол Павел находится в узах. И в это время, как и любому другому человеку, ему очень необходимо дальше реализовываться. В чем заключались узы апостола Павла? Может быть, нам кажется, что это была тюрьма. Но, судя по деяниям апостольским, мы с вами знаем, что это был некий домашний арест. По всей видимости, апостол Павел был связан с охранником из претерианской гвардии, небольшой длинной цепочкой. Одна часть которой была закреплена на руке у охранника, а другая у апостола Павла. Он мог принимать людей у себя, он мог совершать богослужения, проповедовать. И, соответственно, эти охранники, эти воины, стерегущие его, конечно, слушали это и слышали это. И, по всей видимости, многие из них уверовали во Христа Иисуса. Но апостол Павел, тем самым, он находится не в бездейственном положении, а как раз таки в активной фазе проповеди о Христе Иисусе. Далее. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и во всяком чувстве». В другом переводе Заокской Библии данного места говорится о возрастании любви в познании и во всяком видении. Дело в том, что вера происходит от слышания по слову апостола Павла. Это первое. Второе. Конечно, наша с вами вера во Христа Иисуса основывается не на слепом чувственном отношении к Богу, но на последовательном и логичном отношении с Ним. Мы с вами, как люди, не лишенные разума, стараемся провести какие-то параллели, связи, установить логическую, принципиальную последовательность в нашей с вами вере. Тогда она укрепляется в нас. Тогда она становится осознанной. Тогда она еще больше укореняется в нашем с вами сознании. Вспоминаем заповедь, которая была еще сказана в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоей всею душею, твоей всею мыслью твоею». Что значит «всем сердцем»? В иудейской стилистике это значило «полюби Бога мозгами». Это сегодня, воспитанные на классической литературе, на романтизме, мы с вами воспринимаем сердце как орган чувственный, или, точнее, метафору чувства. Если мы обратимся все-таки к библейской традиции, то это метафора сознания, мозга. «Полюби Бога мозгами». Конечно, для аскетики православной характерно разделение ума, который мы с вами используем, и ума-нус, ума Христова, более высокого духовного ума. Думаю, что здесь это абсолютно не лишним будет вспомнить. «Для чего необходимо преуспевание в познании и чувстве, или в познании и видении, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию?» Это такой эсхатологический прием апостола Павла. Конечно, мы все ожидаем пришествия Иисуса Христа. А первые христиане ждали его вот-вот, из года в год, из месяца в месяц, со всем близким. И, конечно, думали через призму вот этого ответа перед Богом на страшном суде. Более того, нужно сказать, что так как в данный момент, описываемый нами, еще не сформировалась национальная религия христианства, она не была интегрирована в культуру определенной нации, то молодых верующих, я имею в виду, с младенчества впитывающих веру в Иисуса Христа, не существовало почти что. Большинство, абсолютное большинство христиан пришли уже в сознательном возрасте. А это значит, что у них был очень тяжелый, с точки зрения христианской совести, бэкграунд, предыдущие события в их жизни. И, соответственно, как и сегодня многие люди, вышедшие из атеистического периода советской пропаганды, конечно, сожалеют, что в их жизнь Христос не пришел сразу. И это особенно обостряет их отношения с Богом. Далее мы переходим к следующей части благопожелания апостола Павла. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху в благовествовании. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Здесь апостол Павел переходит к своему, к истории о себе. Как и в любом другом письме, наш с вами адресат хочет узнать, а как же дела у нас. И вот апостол об этом говорит. Мы с вами уже говорили о домашнем аресте апостола Павла. Соответственно, узы апостола Павла стали неким катализатором для безбоязненного проповедания братьев в Господе. «Некоторые, правда, из братьев, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моих уз, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа и Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моей жизнью ли то, или смертью». Итак, здесь нужно обратить внимание на проповедь, о которой говорит апостол Павел. Есть те, которые проповедуют искренне, есть те, которые действительно видят в проповеди задачу своей жизни, а есть те, которые делают это по любопрению, то есть по любви к соревнованию, кто лучше проповедует Иисуса Христа, кто будет больше и сильнее ораторствовать. И здесь апостол Павел, на удивление, не клеймит позором тех, которые примешивают к своей миссионерской деятельности какую-то долю не совсем чистого отношения к ней. Здесь вспоминается сразу случай из потеряка, то есть истории из жизни святых отцов, когда один монах приходит к старцу и говорит, что мне делать, я чувствую, что когда я подаю милостыню, я возношусь в своем сознании. На что старец ему отвечает, было два монаха, у одного и второго было плохое зерно с примесями, с мусором, но один посеял и пожал хоть немного, а другой решил, что плохое зерно и сеять не следует, и поэтому не пожал ничего и голодал. Поэтому сей, что ты можешь, если к твоему милосердию присовокупляется какое-то страстное или корыстное побуждение или тщеславие, не переживай, сей, что ты сегодня можешь, сей, что ты сегодня имеешь. Вот, наверное, об этом говорится здесь. Вряд ли мы сможем отождествить данные слова с новомодным и достаточно распространившимся мнением о том, что черный пиар является тоже пиаром. Нет, скорее всего, нет. Но проповедь Иисуса Христа должна нас с вами утверждать, кто бы ни проповедовал. И не всегда, может быть, качество будет нас с вами удовлетворять. Мы все равно благодарим Бога. Может быть, именно такой формат будет полезен для определенной аудитории. Далее мы с вами переходим к рассуждению апостола Павла о смерти. О смерти, как о соединении с Иисусом Христом. Вот что он говорит. Очень известные слова. «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Итак, давайте с вами обратимся к данному тексту и подумаем о том, каким образом мы с вами относимся к смерти. Смерть — это, конечно, для нас всегда горе, и это что-то явно отрицательное. В своей смерти апостол Павел видит большую связь со Христом, большее с ним общение, нежели жизнь во плоти. Но также и его благовествование, его миссия для него дорога, и, как он видит это, нужна в глазах Божьих. Поэтому он и остается в живых. Вот что он говорит далее. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Здесь нужно отметить следующее. Апостол Павел, конечно же, здесь не предполагает никакое искусственное прекращение своей жизни. Он не предполагает желание какого-то срочного мученичества и не призывает никого, никаким неправомерным с точки зрения Писания действием. Он лишь говорит о своем спокойном отношении к смерти. Возможно, чтобы еще и утешить своих читателей, читателей этого письма, которые беспокоятся за него. Здесь нужно обратить внимание на то, что послания из первых уз апостола Павла, из римских уз, они наполнены уверенностью апостола Павла в его скором прекращении уз и дальнейшему освобождении. А в то же время ряд пастырских посланий, наоборот, проникнут тем, что это последние узы апостола Павла, в связи с чем библейская наука видит в этих упоминаниях намек на четвертое путешествие, в котором апостол смог уже посетить Испанию. Далее, некоторая небольшая вставка нравоучения для филиппийцев. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас то, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне». Этим заканчивается первая глава этого послания. Здесь апостол Павел видит в своем заточении, даже в домашнем аресте, в своей несвободе, в своей несвободе посещать другие церкви, наставлять в вере, сеять Слово Божие, подвиг страдания за Христа Иисуса, но который, опять же, как мы уже видели, он видит тоже полезно. Возлюбленные друзья, дорогие слушатели, благодарю вас за внимание. На этом мы закончим комментарий к первой главе, и вы сможете посмотреть и остальные главы впоследствии. Храни вас всех Господь, и благословение Божие да пребывает с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok